Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Карантинные меры недостаточно соблюдаются в Алматинской области. К тому подтверждение статистика. На сегодня в регионе зарегистрировано свыше 700 инфицированных COVID-19. В чем причина стремительного роста количества заболевших, попытался узнать мой коллега Томир Анитов. Носите маски, перчатки, пользуйтесь антисептиками и соблюдайте соцдистанцию. Эти, казалось бы, прописные истины защиты от пандемии знает каждый. Ежедневно об этом напоминают и СМИ региона. Пропагандистская работа ведется и на просторах интернета. Однако, несмотря на все это, после снятия режима ЧП, люди забыли о безопасности и в первую очередь о себе. О мерах защиты от COVID-19, как правило, граждане осведомлены. Они безошибочно называют нормы профилактики. Перчатки носить, антисептики обрабатывать, дома сидеть. Мы должны носить маску, воспользоваться антисептиками и мы должны сидеть дома. Станция, антисептик. Самое главное – сохранять иммунитет. Сознательным быть. Никто не носит маски. Мы все носим маски, мы живые. Все требования, которые медики предлагают населению, надо выполнять это все. И тогда все будет нормально. Почти 80% опрошенных маски имелись. Только вот носит их каждый по-своему. Не соблюдается и социальная дистанция. Все это привело к новому всплеску заражения. Санитарные врачи региона призывают не быть самонадеянными. Этот вирус – самое страшное, что случалось с человечеством за последние годы. Соблюдая карантинные меры, вы обезопасите не только себя, но и ваших близких. Дамир Анитов, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. От ремесла к инновациям предприниматель из Толгарского района автоматизировал сосуд для взбивания кумыса. И сейчас этот товар пользуется спросом у производителей целебного напитка. Благодаря помощи государства предприниматель расширяет производство. Возможностями программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства ЕМБЕК воспользовались и другие ремесленники региона. Жители села Турар-Рускулов, Кадарбек-Бегембетов с сыном Даулетом продолжают дело своих предков. Из натурального сырья они делают кубе – сосуд для хранения и взбалтывания кобылевого молока. Наши предки занимались деревообрабатывающим ремеслом. Это кубе с вековой историей. Он стал для нас образцом для создания таких же сосудов. Мы улучшили его, дополнив крышкой и специально с модернизированной палкой. Для удобного использования приделали ручки к бочкам. Затем мы начали делать и объемные сосуды до 100 литров. В этих сосудах камуз необходимо регулярно взбалтывать по несколько часов. Качество напитка зависит от перемешивания. Чем чаще взбалтывать, тем вкуснее. Учитывая трудоемкость приготовления камуза, сын Кадарбека-Бегембетова решил автоматизировать кубе. Придумал свой механизм работы. Сейчас мы используем моторы с мощностью 3 киловатта. При большом объеме кобылевого молока можно установить этот аппарат. Сюда можно поставить сразу 3,50 или 100 литровых куба. И они одновременно могут работать. Наши предки за один раз взбалтывали молоко как минимум 2000 раз. Хобби в бизнес превратил и другой житель Талгара. В семье Умрбека Ярослова не было мастеров, прославившихся резьбой по дереву. В своем роду он первый, кто решил возрождать и культивировать традиционную казахскую деревянную утварь. Национальные изделия пользуются большим спросом. Поэтому мастеру нужно было открыть цех и приобрести необходимое оборудование. Собственных средств не было. Тогда он обратился в центр занятости. Там получил сертификат по направлению центра занятости Талгарского района. Из фонда поддержка сельскохозяйства получил 6 миллионов тенге под 6%. И закупил весь оборудование, что надо на это производство. Не сожалею, это хорошая возможность для развития. И советую всем открыть свое дело. Мы всегда готовы научить. В любимое дело Умербек привлек и своих родных. Теперь племянники и сыновья тоже учатся самостоятельно делать экологически чистые изделия из дерева. По словам мастера, у них получается неплохо. Как утверждает руководитель центра занятости Райханжу Лимбетова, благодаря программе Янбек многие жители Талгарского района смогли создать свое собственное дело. По Талгарскому району в этом году мы должны охватить около 3000 человек по этой программе. В данное время к нам обратились 2983 человека. Из них направлены на общественные работы 900 человек. На переподготовку 119 человек уже учатся. Также у нас идет второе направление программы. Это получение кредитов и грантов для безработного населения. Гранты получили у нас 40 человек уже. По 200 МРП, это по 550 тысяч деньги. Открыли собственное дело. Также получили кредиты 18 человек на 53 миллиона. Тоже сейчас они начали свое дело и продолжают создавать рабочие места. А теперь немного о спорте. Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы по игровым видам спорта готовятся к республиканскому чемпионату. По плану он должен пройти осенью. От Алматинской области в основной и квалификационной сетке будут выступать юные, но уже перспективные спортсмены. Тренируются ребята на четырех уличных кортах теннисного центра ЖТСУ, где созданы все необходимые условия для подготовки к крупнейшим турнирам. Занятия проходят в прежнем режиме каждый день, но с соблюдением жестких санитарных норм и под наблюдением врача. С более младшими детьми мы работаем больше, конечно же, с технической стороны, потому что им нужно ставить технику, технику выполнения ударов, техника подхода, все прочее. А с более старшими детьми уже более тактически мы работаем, но технику при этом не отпускаем. Нужно очень хорошо дружить с головой, потому что если ты не будешь думать на корте, какая бы у тебя техника ни была, ты просто не справишься с более умным соперником. Поэтому недаром теннис называют шахматами на корте. Девятилетняя Зиря Жуманбая – перспективная теннисистка. Ракетку в руки взяла три года назад. По словам тренеров, у нее большое будущее. Сама Зиря мечтает стать чемпионкой Казахстана. Мне большой теннис очень нравится. Ежедневно мы отрабатываем технику выполнения ударов, подачу. Также каждый раз соревнуемся друг с другом. Моя цель – стать чемпионкой Казахстана. Я уже становилась призеркой чемпионата страны в дисциплине «Рэдбол». Заняла третье место. Чтобы победить, я старалась. Делала разножку, бегала и движениями обманывала соперника. Сейчас под руководством пяти тренеров секцию тенниса посещают 15 групп. Среди них немало перспективных ребят. Но, как отмечают наставники, нельзя заострять внимание только на талантливых детях. Ведь у многих еще не раскрыт весь потенциал. В сентябре этого года пройдет очередной набор в секцию. Алексей Цоя, Сидиусемех, телеканал ЖТСУ, Талда Курган. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин